МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности расскажем сегодня в выпуске. Они следят за порядком на дорогах. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Русская песня и Калина Красная. До открытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни» на Алтай осталось чуть меньше трех недель. Итак, мы начинаем. Нашел участок – можешь строить. В Алтайском крае вступили в силу изменения в законодательстве о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков. И теперь многодетные семьи могут самостоятельно выбрать свободный земельный участок для индивидуального жилищного строительства или введения личного подсобного хозяйства. В Бийске сегодня проживают более 400 многодетных семей, стоящих на очереди на получение земли под строительство жилья. Если раньше претендовать на бесплатный земельный участок могли только те семьи, в которых третий, четвертый или пятый ребенок появлялся в текущем году, то теперь ограничение по дате рождения отменено. Кроме того, у многодетных граждан появилась возможность самостоятельно найти свободный земельный участок и после оформления его в собственность начать строительство. Отметим, что оформлен участок будет бесплатно и без учета очереди. автоматически, никакая разница, он был там первый, двухсотый, трехсотый или четырехсотый. У нас есть как бы две сейчас территории, которые формируют. Это около поселка Новый и в туристическом нашем кластере формируют тоже для индивидуального жилищного строительства. Не обязательно там, и не обязательно даже проживают именно на территории. Самое главное, на территории Алтайского края. Он выбрал, нашел, сформировал, ему предоставили. Вопрос жизни и смерти. Многочасовые очереди в больницах и катастрофическая нехватка врачей. В Центральной городской больнице Бийска сокращено время работы травматологического отделения. Как пояснили в больнице, причина такого решения в дефиците врачебных кадров. Напомним, что укомплектованность медучреждений в Бийске в среднем составляет 35%. Подробности далее в сюжете. У получивших травмы выбора не осталось. Если травмировался поздно вечером или ночью, или в выходной день, на поездку в ЦГБ время лучше не тратить, а сразу отправляться во вторую горбольницу. Первую помощь окажут там. И все же слухи о том, что травмпункт в Центральной больнице закрыли, несколько преувеличены. Время работы сократили. Причина такого непопулярного решения – дефицит врачей. То есть, если мы озвучиваем с вами острый вопрос оказания медицинской помощи пациентам по профилю травматологии, то ситуация обстоит таким образом. Ситуация связана с кадровым дефицитом. Это ни для кого не секрет. Ситуация временная, не надо воспринимать это как постоянная. Травматологическая помощь на базе ЦГБ оказывается в травматологическом пункте ежедневно, в рабочие дни с 8 до 16 часов. Травматологическое отделение работает на долечивание пациентов и на выписку пациентов. Сейчас она выйдет и заходит. В травму просто так не обращаются. Как правило, сюда приходят люди, которым нужна экстренная помощь. Сидеть часами в очереди, испытывая при этом острую боль – настоящее испытание для пострадавшего. А ведь иногда речь идет о жизни и смерти. А иногда сидишь, сидишь, что-то вообще долго вычет. Ну, редко было, поэтому не хожу, стараюсь находиться сюда по случаю. Официально в Бийске по-прежнему работают два травпункта. Один в ЦГБ в режиме сокращенного графика, еще один на базе второй городской больницы. Сейчас в соцсетях активно обсуждают большие очереди на первичный прием к травматологу. Наша съемочная группа приехала в больницу около полудня. Очередь, как видим, небольшая, но не факт, что здесь так всегда. К сожалению, взять комментарии местных специалистов нам не удалось. Интересуемся мнением пациентов. Я сюда пришла с мамой, подложила 15 минут и меня отправили на рентген. Там еще минут 15, а потом мне наложили гипс. Тем не менее, факт сокращения графика работы одного из травпунктов города в разгар травмоопасного летнего сезона означает, что ситуация со специалистами в городских медучреждениях дошла до критического уровня. Меры, о которых так много говорили и городские чиновники, и на более высшем уровне, пока не работают. Сергей Рехтин, Андрей Сегаев, Будни. А вот достаточно ли мер принимают городские и краевые власти для того, чтобы восполнить дефицит врачей в бийских больницах? Сегодня наша съемочная группа выяснила мнение горожан по этому поводу. Лично мое мнение, мне кажется, вообще никто внимания ни на что не обращает. Я вот диабетчик, я хожу часто в больнице, я вообще там, ну, мне кажется, никто ничего не делает. Ну, я думаю, максимум, что они могут, уже, наверное, делают. Мне кажется, больше. Просто сейчас молодежь такая интересная растет, у нас всем надо сразу много. Никто не хочет идти на низкие заработные платы. И не важно, что человек не имеет опыта никакого, опыта нарабатывать надо. Ну, вот это мое мнение. Кадры нам нужны, и я предполагаю, что зарплата должна быть достойная для медиков. Потому что они выходят на работу, молодые специалисты, на зарплату 8-10 тысяч. Ну, ребята, ну это совершенно нереально. Там, я понимаю, зарплата для медиков должна быть там 40-50 тысяч, чтобы это действительно была рентабельная, интересная профессия. Люди бегут оттуда, зарплата маленькая. Я считаю, вообще, надо увеличивать, и будет все хорошо. Врачей-то вообще нет в больницах. На всю больницу по одному хирургу. Ну, такие врачи нет. Мне кажется, все равно как-то мало. Чем-то бы привлекали, с жильем или чем-то. Может быть, к нам бы ехали, кто-то работал бы, не знаю. Нет, конечно, нет. Особенно вот я отношусь по месту жительства Бозовской бывшей поликлиники, то есть городская вторая поликлиника. Там врачей практически вообще нет. И, я не знаю, это зависит либо от главного врача, либо вот того. Вот сейчас они более-менее уже приводят в порядок эту поликлинику. Но вначале там было, конечно, все ужасно при бывшем. У нас кадров нет, и кадры утекают, утекают и утекают. В Барнауле тоже нет кадров медицинских. Потому что я точно знаю, что соседка моя обращалась к нейрохирургу. Он приезжал из Барнаула. Его прислали в Барнаул из Новокузнецка. Кадров вообще нет. В больницу вообще не попасть. Кроме платной мы никуда не ходим. Потому что невозможно ни талон взять, ни попасть к врачу. Тяжело, плохо, надо исправлять. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Они следят за порядком на дорогах. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. Русская песня и Калина Красная. До открытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни» на Алтае осталось чуть меньше трех недель. Сток-магазин «Евростиль». Платье 250 рублей, джинсы 450 рублей, футболки 150 рублей. До 64-го размера «Евростиль». Улица Вали Максимовой 60. АЭС Финанс. Сбережение по 13,5% годовых. Сроком от одного месяца до пяти лет. Достойное будущее и помощь молодым. АЭС Финанс. Империи суши 8 лет. Приглашаем всех на день рождения. Вас ждет развлекательная программа, шоу, конкурсы, призы и вечерний салют. Праздник состоится на Петровском бульваре. Главная сцена города с 19 до 22 часов. Наверняка вы уже слышали о КПК «Зенит». Самое время познакомиться поближе. Для вас новый тариф со ставкой по сбережениям 20,25% за 18 месяцев. КПК «Зенит». Пора действовать. Сибирский институт управления приглашает получить высшее образование заочно и дистанционно. Государственное и муниципальное управление. Управление персоналом. Экономика. Юриспруденция. Правовое обеспечение национальной безопасности. 8 909 503 70 00. БИСК. Валимаксимова, 94. Офис 307. Итак, мы продолжаем. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. В этом году службе Государственной инспекции безопасности дорожного движения исполняется 83 года. В честь праздника в актовом зале ГИБДД прошло торжественное мероприятие, где начальник бийской полиции Иван Языков вручил особо отличившимся краевые и ведомственные награды. Главная задача сотрудников Госавтоинспекции – повышение безопасности дорожного движения, направленная на сохранение жизни и здоровья граждан. БИСК и ГИБДД состоит из нескольких отделений. Это надзор, отделение по исполнению административного законодательства, регистрационно-экзаменционное отделение. Сегодня в Госавтоинспекции БИСК служат порядка 130 сотрудников. И большая часть из них, а именно 100 человек, числятся в отдельной роте дорожно-патрульной службы. Это те, кого мы ежедневно видим на дорогах нашего города. Да, мы часто на них обижаемся за то, что они выписывают нам штрафы. Однако тем самым они пытаются дисциплинировать всех участников дорожного движения. Вот водителям в День автомобилиста желают ни гвоздя, ни жезла. А что сегодня, в праздничный день, бичане желают сотрудникам ГИБДД, узнала наша съемочная группа. Хочу пожелать им здоровья, хорошей работы и чтобы водители всегда выполняли правила дорожного движения. Всего хорошего за их сложную и трудную работу. В общем, всего хорошего в семьях, здоровья и успехов в личной жизни. Поздравляю всех сотрудников ГИБДД с праздником. Желаю здоровья и успехов. Крепкого здоровья, остальное все приложится. Поздравляю всех сотрудников с этим праздником профессиональным. Желаю счастья, здоровья, успехов на дороге спокойных водителей. Всего самого наилучшего. Самое главное, доработать до пенсии, достичь больших звезд на погонах и удачи в жизни. В Бийске завершилась профилактическая акция «Должник». Пять дней инспекторы ГИБДД останавливали водителей и проверяли их на наличие неоплаченных штрафов. Тех, у кого выявлены нарушения, привлекут к административной ответственности. Для того, чтобы погасить штраф, водителю дается 60 дней. Если же он не успевает оплатить долг в течение двух месяцев, то за это ему может грозить административная ответственность. А именно, вас могут арестовать на 15 суток, назначить наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов, или же вам придется оплатить штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей. Отметим, что в Бийске за пять дней проведения профилактической акции инспекторы ГИБДД составили 19 протоколов по статье за уклонение от исполнения административного наказания. А также в службу судебных приставов направлено 299 материалов. Поэтому, водители, будьте внимательнее, соблюдайте ПДД, и для того, чтобы не оказаться в списке нарушителей, вовремя оплачивайте штрафы. Русская песня и Калина Красная до открытия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни» на Алтай осталось чуть меньше трех недель. Напомним, что в этом году Василию Шукшину исполнилось бы 90 лет. В честь юбилея писателя, режиссера и актера в Сростках традиционно соберутся десятки тысяч поклонников его таланта. Начнутся торжества в краевой столице 23 июля с открытия Шукшинского кинофестиваля. «Шукшинские дни» на Алтае продлятся до 27 июля. В этот день в Сростках будет проходить второй межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина». Как стало известно, на горе Пикет будет отреставрирована сцена, которая за 10 лет перестала соответствовать требованиям, которые предъявляют ведущие музыкальные коллективы страны к концертным площадкам. Организаторы фестивальных мероприятий сообщили, что принять участие в праздновании юбилея Шукшина уже выразили желание Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Елена Сафонова и Мария Шукшина. Предварительная договоренность о показе спектакля «Калина Красная» достигнута с руководителем Московского театра фольклора «Русская песня» Надеждой Бабкиной. Список гостей почти ежедневно корректируется. И сегодня стало известно, что современных писателей на пикете будут представлять Павел Басинский, Андрей Дмитриев, Михаил Павлов и Сергей Шарагунов. Добавим, также в программе празднования 90-летия Василия Шукшина в этом году, кроме Барнаула и Бийска, примут активное участие жители Камня-Наби, Рубцовска, Быстрого Истока и других городов и районов края. И настало время рассказать о погоде. Спонсор прогноза погоды – торговый дом «Строймир». Затеяли ремонт? Тогда быстрее в магазин «Строймир». В нашем новом торговом зале вы найдете все для ремонта и строительства. Совершите покупку от 2000 рублей и участвуйте в розыгрыше автомобиля. «Строймир». Яминская, 40 и Мамонтова, 22. Телефон 32-55-88. Спонсор прогноза погоды – ювелирная сеть «Золото России». «Золото России» – нам лучше быть вместе. Ювелирный дом «Золото России» дарит скидку до 50%. Ждем вас. Улица Васильева, 46. «Золото России» – нам лучше быть вместе. Итак, 4 июля в Бийске будет переменная облачность. Ветер слабо. Его направление в течение дня будет меняться. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха утром будет высокой. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 24, плюс 26. И это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, на YouTube, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bivorg.ru. Счастливо! Еще увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова